Это оборудование для изучения урожайности в полевых условиях. GPS-навигатор, квадрокоптер для исследования полей. Эти инновационные технологии используют сотрудники Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Данные получают даже с космоса. Изучаем содержание влаги в почве. Мы проводим съемку посевов малыми летательными аппаратами. Фиксируем координаты, там где мы это отобрали. Мы приборами измеряем содержание в растениях, соответственно, азота косвенным методом и прогнозируем на основе этого урожайность потенциальной. Вот я вам показываю в приборе, мы видим сейчас 0,43-0,46, значит растение в принципе здорово. Все это выставка достижений научных учреждений Крыма. Проводит ее перед началом научно-практической конференции «Аграрная наука Крыма. Пять лет в России». Здесь представлены уникальные разработки специалистов. Их используют передовые стельхозпроизводители полуострова. При помощи этого портативного оборудования анализ воды проводят прямо в полевых условиях. Затем пробы воды отправляют в лабораторию института, где уже на этом современном оборудовании проводят более развернутый анализ. Это оборудование широкого спектра. Можно исследовать почву, воду, растения, зерновые и масличные культуры. Мы еще занимаемся, если обратите внимание, делаем диагностику растений на 14 макро-микроэлементов. То есть, сделав диагностику растений, мы можем определить, что растению не хватает, что у него в избытке и сделать консультации по поводу их выращивания, чтобы наш урожай, который мы получаем, в общем-то давал нам прибыль и кормил наш регион. Поддерживаем отечественного производителя. Институт сельского хозяйства Крыма создали в 2012 году. Тогда объединили семь институтов и отделов Академии наук Украины. Но развитие они и получили только при России. Закупили современное и сертифицированное оборудование. Есть и свои метеостанции. Сегодня мы объединились. Имеем 400 человек рабочих. Мы сегодня имеем прекрасный персонал научных работников, научных сотрудников. Имеем больше десятка докторов. Имеем в пределах 30 кандидатов наук. Коллектив сегодня 52% до 39 лет. Это очень ценно для науки. Зданию института более 50 лет. Ремонта здесь не было с советских времен. Его сделали недавно. Вот и сегодня в торжественной обстановке открывают актовый зал. Теперь это еще одна современная площадка для дискуссий. Сегодня здесь провели научно-практическую конференцию. Почетными грамотами лучших сотрудников НИИ наградил заместитель председателя Совмина, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Институт – лидер, флагман, который показывает сегодня пример в Крыму, как объединив всех товаропроизводителей наших крымских и наук получать определенные результаты. На конференции подвели итоги пятилетней работы института, а также обсудили планы на будущий год.